Итак, при подключении зарядного устройства, которое идет в комплекте к сети, но пока не подключаем к коляске, подключаем к сети, у нас загорается светодиод зеленым. Далее берем штекер и подключаем его к новому джойстику. Внизу джойстика есть специальный разъемчик. При подключении светодиод у нас переходит в состояние красного либо розового цвета, и запускается вентилятор внутри. Далее идет процесс зарядки. При этом у нас выключен джойстик, и ориентируемся на зарядку аккумуляторов следующим образом. Когда этот светодиод снова станет зеленым, то зарядка будет прекращена. Уже можно будет снимать с зарядного данную коляску. Теперь, что касается ошибок, которые часто делают. Вот мы включаем джойстик, и нам сигнализирует, что у нас мало, полностью заряжен. И вот теперь люди начинают выключать, хотя зарядка до сих пор еще продолжается. И сам светодиод горит красным. Но здесь написано, что уже полностью заряжено, зарядка идет, сигнализируется. Но люди зачастую говорят, что она мало зарядилась. Но зарядка продолжает идти. Так что не ориентируемся по джойстику, выключаем джойстик при зарядке, и ждем, ориентируемся по светодиодам. Итак, зарядное устройство у нас для свинцовых батарей, которое выходное напряжение выдает 19,5 Вольт, и максимально 6 А. Имеет вентилятор интегрированный, и не имеет предохранителя. То есть предохранитель находится внутри. Чтобы к нему добраться, нужно будет разбирать корпус самого зарядного устройства. Продолжение следует...